Всем привет, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Николай Должанский и Екатерина Богданова уже на проекте. Дождались поклонники Дома-2 грандиозных перемен на проекте, которые в первую очередь коснутся состава участников. Около месяца назад мы узнали, что согласие на съемки дали Степан Меншиков и его возлюбленная. А чуть позже стало известно, что организаторы уговорили Николая Должанского и Екатерину Богданову стать героями семейного шоу. Александра Черной несколько дней назад намекнула, что в их доме появились новые соседи. А сегодня стало доподлинно известно, что Николай и Екатерина уже живут в периметре и активно вливаются в съемочный процесс. Коля Должанский много раз возвращался на Дом-2, но построить настоящее отношение, которые сделали бы его счастливым, ему не удавалось. Многие уверены, что мужчина никогда к этому не стремился, ведь его основной задачей всегда был хайп, в чем он значительно преуспел, заработав славу главного фрика Дома-2. По этой причине от совсем немолодого мужчины не ожидает ничего другого, но сложнее всего придется супругам Дмитренко, которым однажды же пришлось покинуть реалити-шоу из-за провокаций Должанского. И вряд ли Николай упустит уникальную возможность попасть в эфир, для чего ему достаточно сделать несколько замечаний в адрес эмоциональной Оли. Екатерину мы еще не знаем, но если верить словам ее избранника, она всегда мечтала о славе и популярности, что, собственно, и привело ее на проект. Поэтому и она будет очень стараться ради рейтингов скандальной телестройки, а это значит, что в семейном доме покоя точно не будет никому. Стало известно, на каких условиях Илья Ябаров согласился переехать в семейный дом. Уже несколько недель редакторы активно ищут замену среди участников Дома-2, которые категорически отказываются жить по соседству с Ольгой Рапунцель и Александр Черно. Юлия Белая и Евгений Ромашов не прижились среди спасателей, оказавшись значительно скандальнее и громче своих соседей. Поэтому в свободную комнату заселили Алексея Безоса и Милену Безбородову. Однако Милена не из тех, кто будет терпеть неудобства, а после нескольких истерик ее благополучно вернули в общий дом. Теперь участниками «Спаси свою любовь» стали Илья Ябаров и Настя Голд. И ребята явно были рады этому перемещению. Но если верить Наталье Тилаевой, хорошее настроение Насти и Илья лишь изображали на камеру. Женщина призналась, что как только Ябаров узнал о том, что его переводят на другой проект, устроил настоящую забастовку, пересорился со всеми сотрудниками проекта, устроил грандиозный скандал. Но в итоге согласился на недельные съемки, взяв обещание с организаторов о том, что к концу указанного срока его вернут в основной Дом-2. Как мы уже знаем, оргии сдержали свое слово и место Илья Ябаров и Голд заняли Николай Должанский и Екатерина Богданова. Денис Макраусов сообщил, что он покинет проект, если не сможет совмещать его с работой. Алена хозяйственная, постоянно убирает, стирает, следит за порядком и уютом. Когда успевает, готовит. В целом готовку я взял на себя и не вижу в этом ничего такого. Для меня это только в радость. Но чем мне еще здесь заняться? Если она еще и готовить будет, то я тут вообще покроюсь плесенью. Я не считаю, что женщина должна готовить. Я всю жизнь это делал сам. Мне это нравится. Сейчас я думаю, как совмещать с работой проект. Ведь главная обязанность мужчины – зарабатывать. Мне не 23 года, я не пришел здесь просто отсиживаться. Мне нужно работать, зарабатывать. Я дал себе определенный срок, чтобы посмотреть, как здесь все устроить. Если не получится, я покину проект. В связи с этим, зрители сделали свои выводы о том, что отношение Алены Савкиной и Дениса Макраусова всего лишь фикция. Все это временное для привлечения хайпа. Совсем скоро Денис уйдет с проекта. В сети появилась информация о том, что Майя Донцова сделала аборт и навсегда покинула проект. Майя недавно перенесла операцию. Подробности о девушке не последовало, кроме расплывчатых пояснений относительно экстренной госпитализации из-за проблем с неизвестным даже ей самой органом, что выглядит подозрительно. В последнее время ходили слухи о беременности Донцовой. Однажды Майя выдала интересное положение во время примерки вещей из гардероба, которые просто не подошли под опечный шоу. Да и постоянное стремление скрыть живот тоже кажется странным. Возможно, молодая особа решила избавиться от ребенка, поскольку не выдержала интрижек Алексея Купина. В сети не первый раз появляются пикантные подробности похождений супруга Донцовой. Так однажды Валерия Фрост заявила во всеуслышание, что Алексей изменил возлюбленное с ее подругой. К тому же от телезрителей не укрылась чрезвычайно напряженная атмосфера, которая царит между Купином и Донцовой. Пара разрешает себе рукоприкладство в отношении друг друга. А как-то раз Майя даже показала огромный синяк, который мог стать последствием бурных ссор с мужем. А также Майя Донцова вызывает беспокойство Ольге Бузовой, ведь певица ртом почувствовала в Донцовой серьезную конкурентку. Благоверный Алексей записывает песни, а супруг рассказывает о планах сделать из нее новую звезду. Многие не исключают, что этот брак превратился в партнерские отношения. Некоторые зрители считают, что Донцова и Купин играют по сценарию, а неожиданная роль продюсера, которую примерил на себя молодой человек, была прописана заранее. Возможно, Майе надоело терпеть постоянные унижения со стороны Алексея и жить в атмосфере пермоментной ненависти, зависти и агрессии. Наверняка именно поэтому Донцова так радуется возвращению в родную обитель, где ее ждут и всегда примут. Несмотря на планы вновь прибыть на проект, на фоне пережитого стресса и вероятного аборта, Майя, если и продолжит участие в телестройке, то вряд ли ее пребывание там будет безоблачным и не повлечет за собой серию нервных срывов. Вот такие слухи сегодня появились в СМИ. Верите ли вы в эту информацию? Пишите свое мнение в комментариях. Даниил Сахнов предложил Татьяне Строковой выйти за него замуж. Татьяна хоть и не хотела показывать, но очень ревновала и страдала, думая, что ее парень выберет одну из девушек, пришедших к нему на проект. Потом Строкова заявила, что уходит с проекта, ведь за периметром ее ждет богатый ухажер. Сахнов тут же прилетел с острова любви на поляну. Ребята поговорили, но решили, что останутся друзьями. Но не тут-то было. Позже оба расплакались и признались друг другу в любви. На сегодняшний момент, скоро в эфирах, Сахнов сделал предложение Строковой, которая ответила согласием. Теперь пара снова вместе и выбирает дату предстоящей свадьбы. Своё расставание Строкова объяснила тем, что в их паре было трудное время, которое им удалось пережить. Юлия Ефременкова возобновит работу на проекте. Несколько дней назад Ксения Бородина очень резко высказалась в адрес своей коллеги Юлии Ефременковой и дала понять телезрителям, что в эфирах они ее больше не увидят. Зрители посчитали высказывание Ксюши крайне резким и даже унизительным, что подтвердило крайне негативное отношение Бородина к Ефременковой. Многие вспомнили эфир, когда Ксения и Юля вместе вели лобное место. Тогда Бородина высмеяла футболку коллеги с олененком Бэмби, заявив, что сначала ее носила она, потом Бузова, а теперь вот Ефременкова. Юлю это очень обидело. Девушка ответила, что обноски она не носит, а футболка ее собственная. Бородина опрекнула Ефременкову за отсутствие чувства юмора. Как-то быстро Ксюша забыла, как сама была на месте Юли, работая с Ксенией Собчак. Ефременкова не стала молчать и в этот раз, поспешив ответить на извительные комментарии коллеги. Девушка подтвердила, что в отношении нее действительно идет разбирательство, которое она считает нечестным и несправедливым. Более того, Юля заявила, что как только закончится это разбирательство, она уверена, что вернется на любимую телестройку. Непонятным остается только одно, что за разбирательство и по какому поводу проводит руководство. При этом в статусе Ефременковой до сих пор написана ведущая телепроекта Дом-2. Ольга Рапунцель поделилась видео из съемной квартиры, в которой ей с семьей предстоит жить во время декрета. Совсем скоро Ольге, Дмитрию Дмитренко и маленькой Василисе предстоит покинуть проект. Не за горами роды, и Оля уже сейчас обеспокоена тем, где им предстоит жить. До недавнего времени молодая мамочка рассчитывала поселиться в выигранной квартире в конкурсе Человек-года, однако отсутствие там ремонта нарушило все планы участницы Дома-2. Накануне Ольга поделилась кадрами из съемной квартиры, которую им с Димой пришлось снять на время декрета. Судя по всему, желающих сдать жилплощадь пари с ребенком нашлось немного. Фолловеры пришли к выводу, квартира, если и находится в близости от поляны и городских квартир, то явно не в самом хорошем доме. Многие обратили внимание на непрезентабельную игровую площадку, на которую выходят окна нового жилища Дмитренко. К слову, многие не удивлены. Подписчики припомнили, как изродовала Василиса стены в комнате дома «Спаси свою любовь». Возможно, именно поэтому Диме и Оле пришлось согласиться на любую квартиру, лишь бы им ее сдали. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!